Привет, народ! Многие начинающие селлеры у меня спрашивают, а сколько же я вообще зарабатываю? То есть кабинет зарегистрировали, тут сложности никаких нет, карточку создали тоже, инструкции посмотрели, вопросов нет. Но как именно установить цену и как понять вообще, а сколько я в итоге получу? Поэтому если вам тоже актуален этот вопрос, смотрите до конца. Итак, в последнее время Ozone много внес изменений в плане интерфейса и все поменялось тут местами. Поэтому смотрите, чтобы сейчас узнать, сколько мы будем получать денег с продаж, ну даже точнее, какие будут расходы с продажи, нам нужно зайти в раздел «Цены и акции», «Цены на товары», а дальше выбрать вкладку «Расходы по схемам продаж». Вот сюда вот кликаем и здесь видим все наши товары. Здесь мы видим цену до скидки, ну та, которая перечеркнута, вашу цену с учетом уже акций. Причем это не конечная цена для покупателя, цена может быть еще ниже, здесь мы ее не видим. И вот тут вот мы видим как раз такие расходы по схеме FBO, FBS и RealFBS. Напоминаю, FBO это когда мы торгуем со склада Ozone, то есть мы партию прям оптом отгружаем и в общем со склада Ozone эти товары сами по себе уже к покупателям едут. FBS это когда мы торгуем со своего склада, то есть вот лежит у меня товар, например, в квартире, пришел заказ, я его взял, упаковал, отнес в ближайший пункт приема заказов, он же пункт выдачи, как правило, и дальше Ozone своими силами это до покупателей везет. Ну и RealFBS это схема, когда мы доставляем своими силами, когда Ozone выступает в роли витрины некой, берет только комиссию за это и все, то есть доставка полностью за наш счет получается. Так вот, расходы по разным схемам, они, соответственно, разные. Если в RealFBS тут идет только комиссия и эквайринг, эквайринг это тоже в процентах считается, было полтора процента сейчас, ну как будто бы столько же, нет, один получается, один и один что ли, а вознаграждение по этому товару 17%, вот и все, в принципе, наши расходы. По FBS здесь расходы чуть больше, чем по FBO, потому что, ну, какие-то еще дополнительные вещи добавляются. Здесь мы, в принципе, все их можем видеть. И по FBO, соответственно, тоже вот расходы все мы видим. Тут мы видим от и до цену. Почему так? Потому что стоимость логистики в данном случае, она, ну, не конечная, потому что есть такое понятие индекс локализации. То есть, если у нас товар представлен на многих складах, если товар до покупателя доезжает с ближайшего склада, то этот заказ, как бы, он считается локальным. И вот если у вас этот индекс локализации высокий, то вы получаете скидку на логистику. Соответственно, если он низкий, то не получаете. И вот здесь как раз-таки мы это все дело видим. Поэтому, ну, можете просто брать самое большое число, в общем-то, и от него и отходить. Хуже точно не будет, если вы возьмете цифру побольше для расчета. Но, если вам все равно супер непонятно, ну, то есть, да, тут что мы делаем? Мы берем вот эту цену, по которой мы продаем, вычитаем вот эти расходы и вот получаем такую прибыльность. Если как-то вам все равно, да, сложно, непонятно, есть такая штука, как озон-калькулятор. Вот прям так и пишем, озон-калькулятор. Эта штука, она в открытом доступе на сайте озона лежит. Здесь вбиваем ссылку на наш товар, там подгружают все вот эти вот вещи. И нам только следует указать еще стоимость закупки, дополнительные расходы. И примерно тоже можно посчитать уже прибыльность. Вот, важный тут момент какой? То, что почему-то, ну, многие не понимают этого момента, то, что цена для покупателя, она ниже. Но это как бы цена ниже, она за счет озон. То есть вот эта скидка, которую озон дает за свой счет, ну, нам до нее дела нет по факту. Это они делают за свой счет, компенсируют нам бонусами. Бонусы эти тратятся на расходы, как раз-таки, которые идут на озон, на рекламу, на логистику и так далее. Поэтому вот мы установили цену в акции там 400 рублей или без акции там 35 рублей, если мы в акции не участвуем. Вот именно от этой цены вся, как бы, все расчеты идут. А то, что он по факту, например, вот этот товар, вот этот конкретный товар по факту продается, например, не по 990 рублей, а давайте вот даже покажу за сколько, по 801 рубль, нас это не волнует. Это скидку делает озон за свой счет. Поэтому пофиг, за сколько он продает. Мы свою цену установили. От этой цены у нас как бы вся комиссия, вся логистика считается. Вот и все. Как бы не усложняйте себе жизнь. Как еще можно эту историю посмотреть? То есть здесь мы видим, ну, скажем так, такую плановую историю и не супер точно, потому что здесь определенный диапазон есть. Но если вы хотите понимать, сколько конкретно вы получили с конкретной продажи, то тогда нам нужна вкладка финансы начисления. И здесь вот есть такая штука. Ну, в принципе, вот здесь в заказы переходим и все тут видно уже. То есть вот у нас доставка покупателю, закаточная машинка, товар продавался за 933 рубля. И внимание, это еще раз, это сумма, по которой у меня этот товар в акции. По факту этот товар продавался там, ну, рублей тоже там где-то за 800 с учетом скидки покупателя. Дальше вот видим, вот такая была комиссия. То есть полную сумму, стоимость комиссии вычли из вот этой стоимости. Ну, вот получается обработка, доставка. Возврата тут не было. Итого, с продажи этого товара я от Озон получил 653 рубля начисления. Понятное дело, что отсюда нужно вычесть еще рекламу, потому что, ну, она все равно, наверное, у вас тоже есть, и у меня она есть тоже. Отсюда вычитаем там налоги и так далее. И вот уже понимаем какую-то более-менее правильную, как бы, цифру. В данном случае, что мы можем сделать с этим? Можно это все скачать в Excel, как вот мы, например, делаем. И у нас в Excel уже это все в автоматическом режиме получается. Уже в таблицах это все расписывается. И мы понимаем, сколько всего мы потратили на рекламу, сколько мы там с каждого товара заработали и так далее. Я думаю, что про оцифровку, про то, как у нас финансовая сторона, я как-нибудь в отдельном видео расскажу. И вот здесь, если тоже на сумму еще нажать, на сумму, сколько вот мы получили, здесь тоже вот все видно. Вот столько была продажа, столько комиссии, такая-то была последняя миля, такая-то логистика. То есть вот логистика, она из двух частей состоит. И вот в данный момент индекс локализации составлял 79% у меня, и поэтому логистика была вот такая. То есть если бы у меня индекс локализации в этот момент был бы, например, там 85-90%, то по факту логистика вышла бы дешевле. Если все равно у вас какие-то вопросы остаются, то можно вот здесь вот все почитать. Тут вот где-то, если нажать, тоже можно почитать. Озон в этом плане очень все подробно расписывает. И также у меня есть вот такая вот таблица, которую я тоже уже просто для себя делал, где, в принципе, тоже все формулы уже зашиты. И здесь мы там и с учетом уже рекламы, и с учетом налогов можем вот эту всю историю посчитать. То есть вот если посмотреть, здесь вот есть вкладки, которые мы вручную прописываем, цена продажи, именно та цена, которую мы установили в акции или без акции, но не та, по которой Озон продает, потому что я уже сказал, почему. Дальше само закупки ставим, стоимость доставки. Ну это имеется в виду, допустим, мы с Китая везем товар, вот у нас 250 рублей на единицу вышел товар сам, 300 рублей на единицу вышла, например, доставка. Там прочие услуги типа фулфилмента, здесь тоже на единицу товара закладываем и получаем общую себестоимость, в это уже автоматически считается. Дальше объем товара считаем, вот тут вот есть вкладка отдельно, как ее посчитать, потому что это тоже влияет на расчеты. Комиссию, ее вот тут вот можно по ссылке найти, актуальная комиссия на ваш товар. Ну и дальше вот эта часть получается автоматически считается уже, это уже автоматически, и тут уже везде формулы, в принципе, зашиты. Здесь единственное где-то, по-моему, да, вот здесь мы можем поменять, не 7% написать, а там ваш налог, допустим, кто-то в льготном регионе находится, у вас, допустим, налог 1% плюс 1% идет страховый взнос, вот, соответственно, пишем 2%, у нас все это дело пересчитывается. И здесь, по-моему, у нас еще не заложено, где-то у нас, да, процент выкупа, здесь вот тоже такая история есть, но у меня товарка, я это не учитываю. И где-то здесь у нас, по-моему, была еще расхода на маркетинг, вот 10% у меня заложено на продвижение. Это планово, то есть может быть меньше будет, может быть больше, я пока не знаю, но вот 10% мы здесь на этом этапе можем заложить. Ну и вот в итоге мы видим прибыльность товара, вот так вот просто, в принципе, там ничего сложного нет, и здесь это все, все товары можно расписать, сохранить и на следующих этапах уже выбрать то, что нам больше всего интересно. Поэтому вот такая вот таблица есть, кому интересно, переходите в телеграм-канал, ссылка будет в описании, там я сохраню шаблон этой таблицы, поэтому переходите, подписывайтесь и забирайте эту таблицу себе.